Мама полетела. Давай-давай, в него входи, 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 больше скорости дай. Ой, ой, ой. Запаску, запаску брось, запаску брось. Тос, ответь в рацию, как смотришь. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Сегодня у нас новый формат, разбор полетов. Некоторые пишут летное происшествие, но это неверно, потому что при происшествии получают травмы или гибнут люди. А у нас очень веселый случай, но все, к счастью, целы. Не желаете ли вы еще разочек? Мы начинаем разбор полетов. Тихий штиль, ничего не происходит. Ну, там вы попал в ротор. Как говорит мой учитель, how, Klaus, shit happens. Ой, ой, ой. Запаску, запаску брось, запаску брось. Жив, целый орел. Ну, ух, хоп, крыла над тобой нет. Был у нее трясев курса. Ручкой помаши. Да вы, дураки, сейчас летаете, можете разбиться. То есть вот так, чтобы так. Не надо. Так это ж лучше, чем отводки. Простутка. Хе-хе-хе. Эхей. Парням надоело копать. Теперь я. Смена ветра происходила, опять же, типично через запад. Но крыло все равно летит ниже моих ног. Дерево. Это хвойная порода, и она очень гибкая. Чисто. Папа, еда. Вихрь закручивается, дальше приходит бриз. Когда в него врезаешься, это просто кайф. Ух ты, змея какая-то побежала. Большие горы, большие альпы. Было здорово, и вдруг... Об этом позже. Разбирать этот полет я хотел бы в красивом месте. Я думаю, что дорога на гору Шабр, с которой был этот полет, она вполне подойдет для выполнения этого разбора. Место для взлета 12 километров. Я подниматься буду на вот этом вот замечательном моноколесе. И пока буду подниматься, попробую немножечко порассуждать о вообще идее разборов полетов, как это вообще, что делается, зачем это все нужно. В движении, что-нибудь наболтаю. Поехали. Чуть-чуть привыкну к самому колесу. Колесу придется трудиться, ему меня поднимать вместе с парапланом на перепад, по-моему, 1200 метров где-то. Вы увидите, что колесо прекрасно с этим справляется, может в гору ехать и завозить в гору парапланеристов. Что можно здесь посмотреть? Это ущелья. Здесь несколько римских мостов, давно разрушенных, полуразрушенных. Какие-то плотины, мельницы. Очень красивые водопадики. Люди сюда ездят смотреть их, наслаждаться природой. Действительно, места очень красивые. Зачем нужны разборы полетов? Это позволяет чужой опыт не совершать каких-то ошибок и учиться на этом. На самом деле тяжело учиться на своем опыте. За свою длинную жизнь я много раз видел чужие ошибки, смотрел на них и совершал свои при этом, причем похожие. Человек часто думает, ну я-то, со мной-то такого никогда не случится, ну я-то там трижды о безопасности думаю, еще что-то, еще что-то. Но в целом, все равно, как говорит мой учитель Хау Клаус, shit happens. И сегодняшний случай показателен тем, что очень было сложно предугадать вот именно настолько бурное развитие событий, настолько жесткую турбулентность. Ну потому что вы сейчас видели, как это происходит, и сейчас еще в процессе разбора увидите, как происходило сложение, насколько оно было жестким. И очень сложно догадаться о том, что будут такие метеоусловия. Первое, для чего нужен разбор полетов, чтобы помочь вам не попасть в будущем в схожую ситуацию. Второй задачей, именно это своей задачей, как автора, я вижу создание, наверное, правильного формата, потому что я посмотрел несколько роликов сходных, и могу сказать, что надо немножко поднимать, наверное, качество этих действий, потому что, во-первых, нормальный разбор состоит из целой цепочки. То есть тут нужно анализировать не только там, вот мы взяли видео там с интернета, нашли его там, и думаем, гадаем на кофейной гуче, как что получилось. Это не совсем правильный формат. Хотя он тоже нужен, то есть, конечно, лучше хоть что-то, чем ничего. Однако, если хочется делать что-то действительно хорошо, нужно немножко поднапрячься, собрать побольше информации, попробовать выйти на человека, с которым случилась данная ситуация, поднять статистику по погоде. Это, в принципе, доступно, если известна дата ролика. То есть собрать больше информации, в этом случае разбор получится более грамотным. Это не будет гаданием, это будет действительно разбором. Какие факторы нам важны при разборе полета? В первую очередь, это место полета, где человек летал, какие особенности аэрологии места при разных ветрах, какие старты, в чем их нюансы. Это все, что мы можем добыть о месте полетов. Второе, это метеоусловия. Причем важны не столько метеоусловия какие-то теоретические, а именно фактические. То есть прогноз и какие-то мгновенные нюансы, что же могло быть в этот момент. Здесь, конечно, присутствует элемент гадания на кофейной гуще. Сбор максимального количества информации, может быть, опять же, анализ каких-то схожих дней по погоде, позволяет докопаться до причины, что же могло быть там. Третий фактор, это снаряжение, на котором летел пилот, соответствие снаряжения, уровню пилота, особенности крыла, подвески и так далее. И четвертый момент, естественно, сам пилот. Какой опыт, были ли какие-то перерывы, нюансы. Очень важно эмоциональное состояние. Почему пилот, например, сделал что-то так и так, что-то не успел, может быть, еще что-то. Это вот эмоциональная составляющая крайне важна. Вся собранная информация может очень помочь разбору полетов. С этим событием нам очень повезло, потому что, во-первых, все целы, самое главное. Второе, участником событий была моя жена, которая сможет рассказать свое видение ситуации. Осталась объективная видеозапись, которая помогает нам разобрать, что же было, что случилось, как это было. И я вот сейчас задался целью сделать, ну, не знаю, можно так это грубо, слишком пафосно назвать, идеальный разбор. Потратил много времени, посмотрел погоду, слетал на планере на эту гору вчера, при очень схожих метеоусловиях. В принципе, у меня в голове сложилась картинка, почему же получилось именно так, как получилось. Устраивайтесь, друзья, поудобнее, мы начинаем разбор полетов. Итак, первый фактор. Место полетов мы на него сейчас поднимаемся, это гора Шабр. Она, высота горы, я не помню, какая, вставлю. Хороша гора тем, что существует прекрасная асфальтированная дорога прямо до старта. Наличие хорошей дороги на старт сделало старт на Шабре популярным для дельтапланиристов, то есть они очень часто отсюда, они давным-давно отсюда летают. И для парапланиристов. Любые мэрии здесь, они заинтересованы в том, чтобы летало как можно больше парапланиристов, дельтапланиристов, развивался туризм в регионе, поэтому они способствуют, выделяют даже какие-то деньги на организацию стартов. Здесь старт прекрасно оборудован, коврик, сейчас все увидите. Есть два старта. Первый старт на юг, он безопасный и доступен для выпускников летных школ, то есть для пилотов с самым начальным уровнем. Вот, кстати, это дорога на посадку. То есть вот мы сейчас едем, вот здесь посадочная площадка промежуточная, очень неплохая. На Новый год традиционно 1 января все парапланиристы местные собираются на горе, устраивают праздник и слетают на эту полянку. Чаще всего стоит очень хорошая погода и чем прекрасна дорога по южному склону, потому что на этой дороге практически нет никогда снега. Старт на север тоже есть, там есть такие поляночки, с которых можно стартовать. Проблема основная в том, что вот этот резкий перегиб склона создает довольно мощную турбулентность, даже при очень незначительном ветре. Чаще еще уникален шабр. Дело в том, что гора находится в таком месте, где господствующий в хорошую погоду, господствующий северный метеоветер, он как бы оттормаживается практически, то есть становится настолько слабым, вот в районе этой горы там дует 1, 2, 3 метра в секунду севера, наверху может дуть. А с южной стороны приходит бриз. Во второй половине дня по долинам течет воздух вверх туда, большие горы, большие Альпы. И вот существует момент переключения, когда даже при севере с утра, там в районе 12 часов, как допустим сегодня, начинает дуть уверенный юг. Настолько уверенный, что старт абсолютно безопасен, все хорошо, то есть никаких проблем с этой горой нет. Но нюанс в том, что к вечеру, часам допустим к 4, к 5 вечера, этот ветер может стихать и переключаться на северный. И это переключение идет здесь всегда через запад. Ну практически всегда через запад. То есть был юг, потом щелк, начинается западный такой фон небольшой, и дальше уже начинает дуть север. Если из этого ролика вы захотите сделать какие-то выводы, то конкретно по вот этому месту Шабар я бы категорически не рекомендовал старт вот в таких вот метеоусловиях после там 16.00. То есть вот с утра в 11-12, как идут первые яркие пузыри, прекрасно можно взлетать, но ближе к вечеру не стоит. Потому что можно нарваться на ту же самую ситуацию, в которую попала моя жена. Второй особенностью места будет то, что есть яркие триггера для схода с потоков. То есть не только потоков таких мелких, когда там пил-пил пузыри где-нибудь прыгают, а именно когда сходят глобальные такие потоки, массивные, именно такие пузырищи огромные. И одна из этих точек, если смотреть относительно южного старта, расположена восточнее, где-то на 800-1000 метров. Следующая точка расположена западнее, где-то 1200-1300 метров. Там характерная такая скалистая особь, и под ней скапливается вот этот пузырь воздуха, который стартует и образует такую гору. Фарафлан. Вот он, скорее всего, на южную посадку зайдет. Видимо, какой-то ученик летит, потому что летит явно вниз. Почему нам важны эти пузыри, места сходов потоков, вся вот эта хрень? Дело в том, что многие, когда рассуждают о турбулентности, говорят, ой, там попал он в ротор. То есть ротор это просто некий эффект, это вращение воздуха за хребтом, ротор это что-то такое несколько глобальное. Турбулентность может образовываться кучей способов, механическим способом, когда действительно на хребте дует какой-то ветер, неровности хребта, нюансы его, аэрологии, какие-то овраги, еще что-то, образуют механическую турбулентность. То есть воздух там вместо какого-то ламинарного движения начинает вверх-вниз, или там закручивается действительно в спиральную какую-то структуру, такой вот вихрь закручивается. Дальше этот вихрь может двигаться вообще. Когда самолеты взлетают, на крыле образуются вихри, этот вихрь может висеть там несколько минут. На параплане у вас концевые вихри тоже бывают. Такие же вихри могут, в принципе, провоцировать элементы рельефа. Это первый момент. Но гораздо чаще именно мощные вихри, мощные такие вот структуры вращающиеся там формируют именно сам сходящий поток. Потому что когда поток стартует, что это такое? Это некий такой огромный пузырь воздуха, который прилип к рельефу. Дальше этот пузырь стартанул, оторвался, и он закручивается в такой большой бублик. То есть он поднимается вот так вот вверх. Жалко, что у меня руки второй нету. Зубы надо камеру взять. И за счет трения статичный воздух вокруг, вот этот огромный стартующий пузырь, он закручивается часто в тор. Такой бублик получается. Дунули, такой колесо с дыма вращается и летит вверх. Ну, это общая теория. А по факту, что еще получается? Поднимающийся воздух, он должен чем-то замещаться. То есть пот залетает, закрикает другой воздух, который берется с окружающих там вокруг пространств. Поднимающийся мощный пузырь приводит к очень сильному искажению вот этого пространства вокруг и обтекания всего вокруг. Ух ты, змея какая-то побежала. И самое главное, важное, что происходит, что если есть еще метеоветер какой-то, то метеоветер обтекает эту гору воздуха, потому что воздух цепляется за все вот эти елочки, которые вокруг нас есть. Здесь вот некая зона остановленного воздуха. И когда стартует пузырь, он значительно медленнее там движется куда-то, чем дует ветер, например. Задул ветер какой-нибудь западный. И вот в данном случае пузырь будет являться некой горой из воздуха, которая обтекает другой воздух. И за таким пузырем могут образовываться весьма-весьма-весьма мощные нисходящие течения. Вы это поняли, надеюсь. Метеоусловие дня. В тот день я летал на планере. И хорошо помню, что когда Наташа после полета пришла домой, и вот это дело разбирали, вечером на аэродроме дуло где-то метров уже 8 на посадке. Этот ветер задул в районе там 6 часов вечера. То есть буквально перед самой этой посадкой. И это очень характерная ситуация для нашего аэродрома. Когда вечером раздувает северный ветер. За ночь он стихает ночью. И с утра опять штили-штили-штили-штили. Днем термическая погода. Опять же схожая, что здесь вот на этой же горе Шабра можно стартовать спокойно на юг. А под вечер опять раздувает север. Смена ветра происходила опять же типично через запад. Вы на видео прекрасно видите, насколько сильно дунуло с запада. Так что параплан практически остановило в воздухе. То есть перед сложением вон там Наталья собиралась акселератор выдавливать, но не выдавила. Мы видим, что метеоусловия, они как бы объяснимы. И наверное я скажу так, что до этого я их не анализировал. Я анализировал с точки зрения полетов на параплане. Ну летали все здесь и летали. Но после этого случая я решил, что пожалуй нужно сделать этот анализ. И сейчас полетав я... У меня есть некая теория. Прав я в этой теории, не прав. Ведь понимаете, что разбор полетов это дело такое. Как благодарное, так и не очень. Я на основании своего опыта, а опыт у меня 6 тысяч полетов часов летных на планере и 3 тысячи на параплане, я сформировал вот такую теорию. Я думаю, что вот так. И эта теория позволяет вам сделать один важный вывод, что в этом месте не нужно стартовать после 16.00. Итак, метеоусловия можно считать классическими. Почему дуть начинает вечером, северный ветер? Надо просто, не знаю, может быть кто-то, кто лучше разбирается в такой глобальной метеорологии. Например, Леонид наш может пояснить, почему вот здесь в этой долине начинает вечером дуть северный ветер. Что за какие-то образуются формации там, не знаю, там же это обычные циклоны, антициклоны. У нас может быть зона какой-нибудь чуть повышенного давления, например, там в высоких горах, чуть пониженного давления где-нибудь там в низких горах. Ну что-нибудь, но что-то задает вот это вот усиление ветра северного при офигенной погоде, то есть когда погода самая, что есть огонь и есть вот этот легкий-легкий перенос с севера. Он же не сильный, он вот почему начинает вечером дуть север? Не знаю, но факт есть факт. И он проверен, и он многократный. Теперь к вопросу о снаряжении. Параплан Озон Дельта-3, это был третий Натальин полет на этом параплане, крыло абсолютно новое, только-только она его получила. На момент, когда этот параплан покупался, уровень Наталья как пилота соответствовал параплану точно. Подвесная система Супер Скайпер, а запасной парашют тоже какой-то легкий. Надо понимать, что снаряжение к подвесной системе, ко всему Наталья привыкла. К параплану не успела, потому что на этом параплане много не летало. Как отработало снаряжение? На мой взгляд, с учетом действий тоже пилоток, все вместе отработало хорошо. Самый главный результат Наталья цела. Тут надо понимать, что снаряжение сертифицированное, и нельзя, невозможно сделать параплан, который не будет складываться. Собственно, то, что параплан складывается, это защищает его от вот этих вот жутких вещей, которые, допустим, в случае с дельтапланом могли бы привести к какому-нибудь там вообще кувырку. Что делать с планером, такая турбулентность, я тоже могу вам показать на видео. В общем-то, тоже очень весело. Вот это да. Закрылась на... Сейчас валится вниз, а? Ух ты! Нихера, блядь! Ого-го-го-го-го-го-го-го! Ты видел? Поэтому возможность складываться защищает параплан от чего-то более страшного. И хороший параплан как складывается, так и раскладывается. Но просто в данном случае совпало достаточно много факторов, что получилось, во-первых, такое массированное сложение, потом получился там клевок, следующий клевок получился очень сильным. Мы это будем разбирать, но сама идея, что крыло работало, в конце концов оно раскрылось, раскрылось хорошо, раскрылось дальше так, что Наталья сразу смогла им управлять. Не было какого-то хаотического вращения, все это не запуталось в мешок со стропами. То есть мы можем сказать, что снаряжение отработало так, как оно должно было отработать. Четвертый фактор – это пилот. Наталья летает с 2010 года, на текущий налет там часов 200-250, наверное. Первый параплан был Градиент Голден, потом у нее была Раша от Озона, потом была Альпина от Озона и Дельта – это ее четвертое крыло, которое мы купили после того, как это слетало несколько маршрутов больше ста километров. Ну и явно разлеталось, явно стало видно, что достаточно подросла, как пилот. Ручкой помаши! Тусичек, молодец! Был у нее трясев курса, и вполне она хорошо работала, то есть я со стороны как пилот, инструктор наблюдал, и могу сказать, что все было вполне, то есть крылом она работала. В данном случае она тоже работала с крылом, что-то у нее получилось, что-то нет. Делаем скидку на огромный-огромный перерыв, связанный с рождением ребенка. То есть это мы уже подходим к эмоциональному состоянию. Так, это мы уже собрались на старт. Итак, друзья, это северный старт с горы Шабр, один из северных стартов. Там вот еще рампа для дельтапланеристов есть, где-то дальше. С этого старта, я так понимаю, можно стартовать на параплане. Коврика раньше не было, его недавно постелили. Раньше этот старт был совершенно не оборудованным. Здесь как раз обрыв еще такой не совсем жесткий, но дальше вот по склону, если подниматься, там совсем страшные несколько точек, вот, а тут бы я уже не советовал бы. То есть единственное место, где относительно безопасно можно стартовать на север, это вот это. А мы сейчас едем на южный старт. Помимо опыта, друзья, я думаю, что уместно поговорить об эмоциональном состоянии Натальи, то, что был большой перерыв в сколько там, полтора года, связанные с рождением Максима. Эти годы были достаточно сложные, связанные с болезнью Максима. Сейчас все хорошо. Вот, поэтому, ну, досталось ей прилично, и ей очень хотелось летать. Человек выпал из социума на длительное время, и вот этот вот полет отдушина, чем она много жила, на какой почве опять мы с ней познакомились. То есть ей очень хотелось летать. Ей было очень страшно летать, потому что поменялась ситуация, у нее теперь есть ребенок, за которого она в ответе. И, собственно, вот этот эффект, что она мама, тоже давит очень сильно. И вот это все вместе давит, а всем хочется вокруг помочь, в том числе и друзьям. Друзья привезли ее на старт, она стартовала первый раз. Кстати, парапланчик летит как раз южного старта. Нужно понимать, что южный склон здесь не имеет большого уклона, и на нем без термической активности полить динамики при слабом ветре достаточно сложно. Наталья улетела вниз. Полет, который разбирается, это был ее второй полет. Вот, может быть, не стоило делать этот полет, потому что это уже, мы помним, да, о переключении ветра. То есть оно получалось позже, все и позже. То есть первый полет был сверху вниз, но погода стояла с облаками, было видно, что какая-то термическая активность есть, и, наверное, там хотелось ребятам, чтобы Наталья попарила на гору и вернулась вот к жизни, и вообще все было бы дальше хорошо, как оно было раньше. Получилось все не очень хорошо, хотя как раз хорошо закончилось. Вот взлетают наши парапланчики, а я на моноколесе двигаюсь в сторону старта. Смотрите, по какой дороге оно едет. То есть тут постоянно какие-то камушки, колесо постоянно что-то отрабатывает, то есть я, видите, у меня ноги работают, как амортизаторы, дрым-дрым-дрым-дрым, и мы уверенно двигаемся вперед. Я вижу причину происшествия, возможно, в одновременном сходе двух достаточно интенсивных потоков, в совокупности с вечерней сменой ветра с южного на северный с проворотом через запад и с кратковременным усилением ветра. Причиной усиления ветра могло служить вот этот исход потоков. Я думаю, что все парапланетисты местные вы, извиняюсь, в удивление, если не сказать ярче. И мы сейчас отсюда, еще когда мы на колесе дунем, вот это будет вообще круто. Макс! Вот прямо на этом месте, друзья, все это случилось, и мы можем взять интервью у непосредственной участницы событий, Натальи. Расскажи, Наташа, как все было в этот день? Ну, в этот день не было решения о полетах, оно возникло спонтанно, когда парням надоело копать, и они решили заняться развлечением, спустить бабу с горы. Поскольку было спонтанно, я морально внутри не была готова, а моральное состояние пилота имеет большое значение, как оказалось. Ну, в общем, мы приехали на старт, было уже вторая половина дня, довольно поздно, и в сам момент первого полета, перед этим был другой полет, первый полет, затянуло облаком, и здесь закрыло локально зону прогрева, и полет был такой сверху вниз, я взлетела и в глобальном нисходящем потоке, и приземлилась на ближайшую посадку, которую даже отсюда не видно. Приземлилась я довольная, что все, я преодолела свой мандраж, связанный с большим перерывом и перипетиями рождения Макса. Было здорово, и вдруг приезжают парни и говорят, а, давай, поехали еще раз, еще, еще, поехали еще. Заехали на старт, ветер совсем стих, если до этого хоть какой-то бриз дул на старт, то потом пришлось очень долго ждать самого момента, чтобы хоть чуть-чуть поддуло, но и даже в момент старта меня все равно бежало за край этого коврика, вот туда вниз, если видно, потому что не держал крыло. Я думала, я цапну вот те елки, которые внизу сейчас, видите, какой угол наклона, то есть, опять-таки, нисходняк, но и очень мощный. Я решила протянуть чуть-чуть против предполагаемого ветра западного, уперлась в то, что мое крыло потеряло горизонтальную скорость совсем и начало немножко лететь назад. Была ли у тебя мысль, когда ты уперлась, ветер, акселератор выдавить? Я думала о том, что стоило бы, чтобы пробиться, выдавить аксель, у меня уже нога была наготове, но вторая была мысль, что что-то здесь не так, где-то в этом есть подвох, и поэтому лучше, чтобы крыло не было на акселераторе, чтобы оно было более контролируемо и управляемо. В момент этих раздумий, это мгновение, это секунды, меньше секунды, складывается крыло, причем складывается так сильно, как не складывалось у меня еще в жизни никогда, и ощущение вот от этого сложения было, как будто бы я врезалась в стену. Много раз я летала в термических условиях, это был не первый для меня раз, когда я попала в термичку, но такого ощущения от ветра, от крыла, от чувства, которое на клевантах, я не испытывала никогда, это реально как будто ты на локомотиве врезаешься в стену, и хоп, крыла над тобой нет. И самое главное, что я думала, что высоты у меня меньше, и поэтому я решила не приводить в действие запасной парашют, и самая главная моя была мысль, это оттормозить максимум крыло, чтобы оно меня сразу не разбило об камни. Но оказалось, что я перешла этот перегиб, и подо мной высоты было больше, и оно таки начало раскрываться. И здесь у меня не хватило вот чем? Перерыв. Плох перерыв. Я знаю, что надо делать. У меня было два сива, я чувствую, что нужно сделать, но у меня не хватает просто скорости. Это опять мгновение, которых не хватило. Не хватило скорости моих мышц, чтобы затянуть клеванты и оттормозить второй клевок. Просто чувствуешь свое бессилие, что я знаю, что надо делать, я это делаю. Но ап, я все сделала, все, оттормаживаю, но крыло все равно летит ниже моих ног. Еще нюанс то, что клеванты, мне приходится перевязывать клеванты вот на столько сантиметров. Я даже знаю расстояние, сколько сантиметров, мне надо их перевязать. А поскольку это было новое крыло, только вот распакованное, они не были перевязаны. И это наложилось опять два фактора. Мой длительный перерыв в полетах, что мне не хватило динамики, скорости, реакции мышц. И второй фактор, что клеванты еще были длиннее, чем я привыкла. И второй момент, вот этого тоже не хватило, чтобы точнее оттормозить его. Конечно, мне удалось из каких-то срывов его вывести, мне удалось добиться того, что оно вышло, Макс упал бы. Осторожно, Максим. Тут же скользко, Макс. Сейчас как шуршаешь вниз, и папа за тобой будет очень быстро бежать. Удалось не дать ему запутаться и не уйти в ротацию. Это и спасло. Раскрылось оно на склон, получается. Единственное верное у меня решение, другое решение было бы резко заложить левую спираль и попробовать отвернуть от склона. Но я подумала, что динамики моей уже не хватит на это, и могу я ухудшить свое положение. Поэтому я приняла решение, как только стабилизировалось крыло, в прямолинейном полете спокойно врезаться в друга парапланириста, в дерево. Деревья там, на удивление, необычные. Это не вот эти стандартные елки, которые тут растут, сосны обычные. А там какое-то очень хитрое дерево. Это хвойная порода, и она очень гибкая. Когда в него врезаешься, это просто кайф. Она мягкая, проминается под тобой, и не очень тормозит крыло. Я приземлилась, отбив три елки ногами, на малюсенькую площадочку, на которой мне хватило только подвеску положить, а крыло уже некуда было класть, оно повисло на верхушке этой елки. Поэтому все живы, целы, здоровы. Но, ух, очень было нервно. Я изменяюсь, когда смотрел это видео вечером. Чуть, я не знаю так, как сказать, культурней. Но вы думаете... Чуть жену не потерял. Да, чуть жену не потерял, но это ладно. Когда смотрел... Свободен. Смотрел, чуть нервный. Очень страшно. То есть вот при этом я представляю, несколько элементов практически свободного падения. То есть если убрать высоту, если это все дальше... Вы представляете, да, высоты там на 30 метров меньше, все. Высоты там... Высоты на 30 метров больше, кстати, было все нормально, но высоты меньше, ну уже не факт, что и дерево бы спасло. То есть там были такие куски пролета, что просто ужас-ужас-ужас. Поэтому вот важно, наверное, в этом разборе это подумать о том, чтобы вот на конкретно на этом старте или на старте схожем не попасть в такие же дурацкие метеоусловия. То есть здесь... Понятно, что там были правильные действия, были какие-то неправильные действия, еще чего-то. Даже не столько неправильные действия, сколько непопадание на правильные действия. Но важно, что вот предугадать вот то, что случилось, очень сложно. То есть вот так, чтобы так долбануло по крылу сильно, это должно было совпать еще куча метеорологических факторов. И сейчас я попробую немножко о них рассказать. Перед нами гора Шабар. У нее отвесный склон, обращенный на север. И у нее достаточно пологий склон, обращенный на юг. Сейчас я попытаюсь объяснить, где сходят два потока. Первый поток сходит вот здесь, а второй поток сходит чаще всего вот здесь. Две зоны формирования потоков, а сам старт, как вы видите, вот коврик небольшой. Крыло показывает на облако, которое формируется, потом сходит где-то с вот этой точки. Крыло показывает сейчас. Это одно место схода потоков. При этом старт, с которого все взлетают, находится... Вот сейчас крыло показывает на старт, вот этот зелененький коврик. А следующий поток сходит, вот там лесочек такой, крыло на лесочек показывает, низинка. Вот ребро, вот сейчас крыло показывает на некое ребро. И там видите, тень от облака. И вот сам парапланерный старт. Я сейчас пройду на малой высоте по правую руку, даже гряда облаков сформировалась. Вот прибор показывает ветер северный. Здесь на картинке тоже видно, что северный ветер. Какой ветер будет реальный на колдунах? Я сейчас прям снижусь до стартового. Ну вот, вы можете наблюдать, что здесь дует по колдунам ветерочек с юга. Давайте пройдемте еще поближе немножечко. Сейчас я пикирую прямо на колдун вам. Смотрим, по колдуну что? Юг! Видите? По колдуну дует юг. А на самом деле ты север. Ну ладно, нам надо лететь, заправиться энергией, а то мы здесь сядем. То есть по верхам дуло всего лишь 8-9, а сейчас 16. И вот поток. Ну, кстати, в классическом месте достаточно. Я сейчас пробую его закрутить. И вот это характерное место. Да, вот здесь этот поток часто сходит. Ну и вы понимаете, да, что эти точки прекрасно гуляют. То есть иногда здесь, иногда в другом месте. Но вот глобально потоки сходят вот большие и крупные вот тут. И с противоположной стороны, на востоке я показал где. Вот. А старт находится как бы между ними. Понятно, что сходит еще огромное количество пузырей. Справа, слева, сбоку, раком. Сходит большой поток, он утаскивает вверх большую массу воздуха и создает мощное нисходящее течение, что нам как раз интересно. И именно вот это нисходящее течение способно привести к коллапсу параплана нашего. Вот куда-то, где Крылова показывает, она ушуршала. А стартовала она вот с этого зеленого старта. Мы еще раз на него спикируем. Давайте. Посмотрим, как на этом ветер. Когда ты сидишь на старте, совершенно нельзя было предугадать, что в воздухе такая стена, такой локомотив. Потому что тихий штиль, ничего не происходит, нету порывов, нету никакой динамики, нету ветра. Совершенно невозможно предсказать, если ты просто сидишь на старте. Это нужно обязательно смотреть прогноз, видеть, что происходит с другой стороны горы. И второй момент, что адреналин, он не включается сразу. Все это падение, и до момента касания елок адреналина еще до меня не дошло. То есть оно бы, может быть, и вот стегнуло бы мои реакции. Страшно стало, когда я уже стала выпутывать параплан с дерева, потому что он был на макушке. И вот это вот было уже... Тогда начался адреналин и страх. Максимушка, а ты расскажи, что ты чувствовал, когда мама тогда полетела? Ты же помнишь, все хорошо? Да. Я хотел с мамой полететь. С мамой полететь хотел? Но мама полетела без тебя одна, да? Ага. А ты очень хотел полететь? Да, хотел. Полетел. Хорошо, что не полетел. Макс летал уже на параплане с папой и мамой. Тебе понравилось летать на параплане с папой и мамой? Да, понравилось. Не желаете ли вы еще разочек? Ну не так, а просто слететь. Опять у меня большой перерыв в полетах. Опять то же крыло, тот же старт. Представляете, как я опять нервничаю. Но хочу, потому что вот учебные условия, я один из признаков, что условия нормальные, то, что летают местные. Местная школа летает и запускает тандемы и чайников, поэтому я думаю, можно попробовать. Я думаю, у нас где-то есть около часа, чтобы слететь еще в очень хороших условиях. А потом, когда условия станут настоящими боевыми, полетит папа на моноколесе. Мама. Макс, прием, как тебя с вами? Контент огонь. Контент огонь. Сын блогера. Контент огонь. Погода идеальная. Дельтики еще, видите, не летят. Но они ждут ветра. Ветер где-то через часок задует. Вот через часок тогда полетит толстый пингвин. С моноколесом на тандеме. Может быть, может быть, не обещаю. Сейчас уровень снаряжения чуть-чуть превышает. Уровень пилота. Но это нивелируется хорошими метеоусловиями. Отличными состоянием эмоциональным. Вообще позитивом. Эггэгэй, мы сейчас полетим. И во все дела. Почему важны хорошие метеоусловия? Вообще, почему важно иногда уметь отказаться от полета? Ну, потому что, во-первых, если ты не готов эмоционально. Если дополнительные факторы какие-то присутствуют. То есть нужно что-то не сделать. Нужно не лететь. Как, например, несколько дней назад, когда я поднялся на моноколесе на гору Апотер. И мы не полетели, потому что видео был сначала слишком сильным. Потом резко сменился через запад. И как раз были затяжки, в которые я думал. А вдруг вот я сейчас возьму да полечу? Я мог попасть в схожую ситуацию. Она была вот как раз, могла быть похожей. И я не полетел. И вот это мудрость. Хороший пилот. Целый пилот. Это точно. Многие спрашивают, почему мы переименовали канал с пилот-инструктор-планера на Мечта летать. Во-первых, я просто нашел кучу интересных фильмов про парапланы. Про наши полеты многолетней давности. И решил обязательно их выложить на канал, чтобы люди могли посмотреть. А во-вторых, я хочу сделать раздел про парапланы. Где мы будем, во-первых, может быть, как-то разбирать какие-то ситуации. С учетом еще планерного, наверное, немножко опыта. Понимания вот этой аэрологии всевозможной. И просто какие-то учебные советы. Как там выбирать что-то, как делать что-то, как стартовать правильно. Ведь там есть книжка Мечта летать. И я думаю, что сейчас по оптимальным будет снять видео. Такое вот дополнение к книжке Мечта летать. Естественно, уже книги больше 22 года. Представляете, 22 года назад. За это время накопилась масса опыта, которую я постараюсь передать в таких вот видео уроках. Которые ни в коем разе нельзя оценивать, как что мы будем сейчас на параплане учиться летать по видео. Это я вам категорически искренне советую так не делать. Найдите любого, даже не очень хорошего инструктора. Даже просто человека, который со стороны будет смотреть на то, что вы делаете. И давать какие-то советы. А еще лучше, если бывает ситуация, что на тысячу километров вокруг никого нет. Я там один в тайге и в тундре. Возьмите, значит, в этом случае видеосъемку. Сделайте, выкладывайте в свои тренировки, например, на тот же YouTube. И просто попросите опытного пилота посмотреть на мои ошибки. Ну и вот это начинать все нужно с наземной, конечно, мощной подготовки. Когда вы просто тренируетесь на земле, на земле, на земле. И все-таки постарайтесь первый вылет сделать так, чтобы за вами кто-то присматривал и дал какой-то дельный совет. Учиться самому летать одному без инструктора, это очень-очень-очень чревато. Вы, друзья, можете представить мандраж человека перед полетом. Как сам взлетавший после травмы скажу. Нервы, нормально. Я в 1994 году, друзья, ломал позвоночник. Буквально через месяц после начала полетов на параплане по собственной глупости. Абсолютной. Не слушал инструктора своего Владимира Игорского и Лёшу Ракова. И мне было очень тяжело вернуться в парапланиризм. То есть я стоял на обрыве, смотрел вперед и думал, лететь мне вообще или не лететь. И вот в какой-то момент я просто какое-то дикое усилие сделал. Сделал три шага, у меня по ногам цепанул розовый куст, утекла кровь из ног, разбитых этим розовым кустом. И я летел над морем уже. Это, знаете, какой-то шаг в новый мир, в старый новый мир. И чувство возвращения потрясающее. То есть вот за спиной остались страхи, боль вот этой вот больницы. И ты снова в мире полного вот этих красок. По сути это изменило мою жизнь. То есть вот эти парапланы сделали мою жизнь той, которая она сейчас есть, счастливой. Не знаю, этой радостью я могу с вами сейчас делиться. Поэтому представляю, как Наталье сейчас тяжело. Несмотря на то, что это обошлось без травм, но психологическим моментом вот этого случая был очень сильный. Поэтому мы спокойненько, так я вас развлекаю. Вот, мы ждем. Пилот сам примет решение на взлет. Не надо ему ни мешать, ни помогать в данном случае. Это не ученик, это уже относительно опытный пилот. Но после летительного перевода. Сейчас выходит крыло. Крыло выходит хорошо. Все, вот Наталья делает несколько шагов. Вот она в воздухе. Мама полетела, Макс. Хе-хе, отличный старт. Старт на 5 с плюсом. Макс, а... О, сейчас она высаживается в подвесную систему. Отличный взлет. И сейчас Наталья подходит к тому самому страшному месту, где все было. Вот под ней сейчас. Вот то, что вот тогда... Тот весь ужас, который был в том полете, сейчас под ней. О, смотрите, какой хороший пузыречек Туська взяла. Гляньте. Вот, набор высоты. Многие на канале спрашивают, что такое восходящий поток. Вот, смотрите, пузырь. Восьмерочка на него работает. Не хочет носком доворачивать. Сейчас сзади пузырь остался. Но, видите, достаточно интенсивное снижение вокруг пузыря. То есть, вот воздух в пузыре поднимается вверх. Идет вверх. А потом возникает слив. Нарастает немножечко порывистость ветра. То есть, термическая активность присутствует. Видите, пошли. Пошло формирование облаков. Вот пошел дельтик. Вот, смотрите, как он стартует. Был. Улетел в дельтаплан. Страшная штука. Боюсь я... Я на дельтаплане тоже, друзья, летал, руку ломал. Славу Тичу-Т. Слишком сильно взял на себя трапецию на разбеге. Воткнул дельтаплан в планету. Пролетел, не успев отпустить стойку винтовой перелом левой руки. Так что мечта летать, она приходит иногда через боль. Но все равно мы летаем, несмотря ни на что. Некоторые говорят, мне это вчера говорили. Да вы дураки. Сейчас тут летаете, можете разбиться. Так это ж лучше, чем отводки или простуд. Туська там заигралась над лесом. Я бы, конечно, на ее месте шел бы в район посадочной площадки. Завершил бы полет просто вот триумфом посадки. Ну, хорошо, когда ты такой умный, как ты здесь и сейчас. А ей-то там тяжело. Туська, тут восточный компонент градусов 20. Ты бы сильно на запад не уходила, потому что ближе бы к посадке. Я просто не знаю, какая у тебя там высота. Проецируешься, ты, конечно, на елке знатно. Компонент сильный, действительно. У меня нервы. Ну, хорошо, значит, спокойненько приземлись. Никаких вопросов. Ты, главное, сегодня совершила удачные тебе посадки. Мама, моя детка. Пойди, подавай. Пойди, подавай. Далее, папа. Мама, мама. Макс, ура. Макс, поехали скорее маму забирать. Поехали, скорее. Да. Все, мы за тобой поехали, складывай крыло быстрее. Еще папе смогу на колесо лететь. Ой. Давай. Да, я скатываю. Макс, скорее, бегом. Бегом, где твоя куртка? Скорее, Макс, хватай куртку. Давай, кипиш, ага. Скажи. Макс, Макс, скажи, как ты говоришь, контент огонь. А контент огонь. Контент огонь. Ну что, после первого полета, после коллапса, что могу сказать? Что действительно мандраж все равно присутствует. Вроде уютная подвеска и замечательная погода, но мандраж есть. И что замечательно, если есть знакомое снаряжение. То есть, конечно, хочется сначала продать все перед планируемым длительным перерывом, чтобы потом купить все новое. Но нет. Моя подвеска, к которой я привыкла, она дала ту точку уверенности, что позволило почувствовать себя комфортно в небе. Что вот, есть что-то знакомое, что не изменилось. Второй момент, то, что все-таки термики для меня еще волнительные. И я предпочла, чем бороться у рельефа, просто полетать на большой высоте с большим отрывом от склона. И это дало мне уверенно зайти на посадку возможности. Что, собственно, и получилось. Жив целый орел. Эй, молодец. Значит, полет удался. Теперь я. И, друзья, как назло, стих ветер. Мне сейчас жарко. Даже в шортах. Так, отлично. Поехали. Чисто, чисто. Папа, еда. Чисто, чисто. Папа, еда. Папа, еда. Ей. Экей, екей, екей. Куда, не лезь, я тут. Папа. Ах, так я тебя слышу, все хорошо. Друзья, мне удалось это сделать. Бланкировка отличная. Парабон летит прекрасно. Колесо удобно у меня на коленках. Девушку на коленках бежать здесь на лучшее. Но и колесо тоже не так плохо. Душный компонент присутствует достаточно яркий. Так что я на запад не пойду. Я сейчас вису на... Сейчас будет прикольно сесть на елке, друзья. Поэтому... Как вы, скажи, чем в конец такой? Котет, огонь! Огонь, котет! Отлично. Пап, ты чего? Пап, где нет? Макс, иди сюда. Им надо кнопку нажимать, чтобы говорить. Иди скорее. Не надо. Друзья, все хорошо. Мы вернулись домой. Целые, невредимые, довольные, налетавшиеся. Макс спит. Набегался. Я не буду в этом видео делать подробный разбор, такой вот минут на 15, как вот нужно было там с каждым там кадром и прочее. Не нужно этого. Мне кажется, это видео анамнез. То есть, как врачи говорят, нужно собрать анамнез. Вот это и есть анамнез. Итак, анамнез получен. Что дальше? Консилиум врачей. И на консилиуме уже готовы участвовать такие мэтры планерного спорта, как Андрей Лепов и Сергей Лазарев-Марченко. И может быть, еще кто-то там готов поучаствовать. То есть, у меня идея собрать мнение всех, сделать ролики по 2-5 минут с каждым участником и собрать это все в такое полезное видео, которое многим пригодится. Потому что у каждого свои идеи. Вот что бы в этой ситуации кто-то сделал, что бы в этой ситуации. То есть, у нас сейчас отличный анамнез. То есть, мы собрали всю информацию, которую только могли. И дальше, следующая фаза. Разбор полетов. Чтобы я вкратце так вот сказал бы. Во-первых, причину я уже в ролике озвучивал. Еще раз повторю. На мой взгляд, причина сложения, которое Наталья получила, это мощный, очень мощный нисходящий поток, который возник из-за схода пузыря. Однозначно пузырь западнее сошел точно. Восточный пузырь мог тоже сойти, сделать подсос воздуха под себя. Усилить этот западный метеоветер, который возникал из-за разворота ветра с юга там на север. Все это могло быть, но по факту видно, что крыло врезается вот в такую опускающуюся стену воздуха. По началу поведения крыла это видно. Видно, что оно перед тем, как сложится, начинает энергично снижаться. А дальше мощный фронтальный подворот, угол атаки меньше критического. Хрясь, сложилось все. Дальше Наталья, так как она думала, что она низко, она зажимает управление, чтобы не дать развиться клепку и как-нибудь хрюкнуться на эти деревья. Но потом она понимает, что высота есть, и дальше она отпускает крыло. Отпускает, ну не совсем вовремя, крыло сзади в этот момент. Вы понимаете, да, что после перерыва, то есть вот работа с крылом, это очень точная штука. По сути, вот здесь в Европе часто советуют, там, купил новое крыло, съезди на нем где-нибудь, попадай, паси все. Это, в принципе, верный совет, но в этом следующем видео подробно. Сейчас же просто получается, от отпускания не в фазу, крыло клюет под ноги, соответственно, туча летит в свободном падении. Дальше крыло нормально уже раскрывается, и после этого раскрытия оно уже контролируется. Наталья могла там что-то порулить около рельефа, но приняла абсолютно верное решение. Видишь елки, садись в елки. То есть вот деревья в данном случае четко ее спасли, все, перезагрузка. На мой взгляд, все правильно. Как вы думаете, я думаю, вы напишите в комментариях. А те, кто обладает достаточной компетенцией, возможно, захотят поучаствовать в нашем следующем разборе полетов. А пока я просто безумно рад, что все закончилось благополучно, все живы-здоровы. И у нас такой замечательный материал для того, чтобы на нем учились будущие парапланиристы. И, невзирая, вот сейчас многие подумают, там на канале посмотрят, скажут, Блин, Волков, ты вот такой ужас показывает. То есть никто в парапланиристы не пойдет. Друзья, во-первых, есть волшебная кнопка перезагрузки, запасной парашют. Ну, а во-вторых, вот такие ситуации действительно бывают крайне редко. И выйти, в конце концов, заканчиваются иногда и счастливо. Параплан это настолько интересно. Мне нравится летать на этой штуке. Я люблю летать. У меня есть планер, у меня есть проплан. У меня есть счастье. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова